здравствуйте же мы подписчики второй фолдер от компании monax у нас на обзоре если прошлый прошлый складень у нас был стопроцентным резачком стопроцентный филиграммный летний ножик то этот у нас хоть имеет схожий форм-фактор но он корень в принципе отличается от того ножа но это как знаете как братья братья двойники но совершенно разным противоположным характером и так по паре по порядку в такой же самой коробке приходит данный фолдер с этой стороны у нас написано компания monax и с этой стороны fat dragon такой же средний размерный фолдер длина клинка 90 миллиметров общая длина 200 миллиметров подшипники в осевом механика отлично то есть такой вот легенький тоненький и ночек сам принципе опускается под своим весом флипует с любого положения просто пушка ракета можно так можно для любителей профессионалов вот так флиповать для некоторые даже большим пальцем умудряется флиповать любое положение клин вверх вылетает пушка ну давайте все таки по порядку начинаем с клинка 3 миллиметра клинок как и прошлой модели то есть это нам говорит о том что ножик отличный резак будет прямые спуски и сведен в 0 5 я знаю что сейчас большинство людей уже прям хотят 0 3 сведения 0 4 чем тоньше тем лучше не знаю мне 0 5 хватает у меня практически все складные со сведением 0506 и мне этого выше крыши хватает главное чтоб ножик был хорошо заточен у него был адекватный угол заточки есть у меня по моему парочка склоней с 04 особого прям такого эффекта в рези я не чувствую 0 5 нет такого хватает и так 0 5 прямые спуски начинаются они в отличие от прошлой модели нет самого потолка а вот чуть чуть ниже здесь нас имеется фальш лезвие и вот такой вот ребрышка жесткости что позволит этому ножику иметь более такие вот устойчивые возможности на изгибы на изломы также по кончику то есть если прошлый ножик у нас имел прям такой вот клиновидный то здесь у нас идет прямая железка и уже там практически там пол сантиметра уже идет заточен под кончик то есть у нас нету такого прям филигранного тоненького прям страшно опасного кончика поэтому данным экземпляром мы можем в принципе не только как бы отлично резать но еще и поковырять естественно что ковырять это не означает скрывать там какие-то ломы либо загнать в дерево на излом брать но если нужно костички что-то отковырнуть там поковырять без проблем можно сделать не боясь что ножик поломается здесь у нас написано клинки не манавис сатин финиш клинка и здесь мы видим железку 9 chrome дизайнер фэд dragon и девятку компания фэд dragon не манавис колят 59 единиц по шкале роквелла отличная закалка я считаю для девятки если d2 там 59 максимум выживает 60 единиц по шкале роквелла но это я имею ввиду фолдеры там с ценником до 100 долларов то для 9 chrome для нержавейки с прекрасными характеристиками стойкости коррозии 59 единиц это вообще отличный показатель естественно подшипники как я уже говорил механика очень хорошая для такого легкого клинка он опускается под своим весом шариковые подшипники здесь мы имеем небольшой средний даже может чуть меньше средних размеров плане чок с насечками по факту друзья мы имеем тот самый тот самый среднячок тот самый оптимальный вариант как я уже говорил средних размеров то есть по факту полноценный складень не тяжелый вес его всего 92 грамма 90 миллиметров длина клинка он отличный резак с прямыми спусками сведен 05 и не таким уж страшно страшно тоненьким клинком то есть это по факту я вам говорю что тот ножик как какой который многие ищут вот тот практически единственный дальше я расскажу кроме крыльинка почему он таким является накладки из же 10 стальные лайнеры замок liner lock все хорошо все классно и по своему форм-факту рукоятки он напоминает вкус детства когда я кладе привязывал леску и ловил рыбку вот вот такое вот ощущение у вас круглая палочка в руке она нигде не давит она клипса естественно чувствуется в руке вы придавливаете вот я ее чувствую она мне вот здесь прям чувствуется но она я не скажу что она приводит ну какому-то дискомфорту создает дискомфорт не вот я и чувствую я надавливаю мне чувствуется мне она как-то там подавливает но чтоб сказать мне больно было нет мне не больно она вот где-то мясо упивается и прикольно так себе подавливает она прямая то есть нету здесь угловатости чтобы найти там либо попка приподнята либо кончик приходит и вот он давит нет здесь такая вот пластина длинненькая она в руку вам уперлась и чувствуете и все не более кругленькая слегка такая пухленькая кругловатая рукоятка благодаря этому ножик в руке как я и говорил вот такая палка чувствуется вот им хочется строгать и абсолютно никаких не будет болезненных ощущений если прошлый фолдер был у нас такой квадратненький тоненький и им ну прям страшно было что-то тяжелое резать колбаску просто отлично будет шинковать но какие-то там нарезать заточить какой-то колышек но я бы не рискнул здесь но просто вот он хочет прям резать дальше клипса клипса принципе простецкая просто сатинирована и все своим всем форм-фактором весом нож показывает что я летняк то есть я буду отлично сидеть на штанах но вот наверное за счет вот этой фи и фишки с клипсой ее посадили не так уж глубоко хотя она сделана глубокой посадки но не до самого верха во первых здесь находится пазик то есть она стоит в пазик поэтому карман залетает вообще без каких-либо усилий шапки винтов абсолютно не мешают что снимается что одевается на карман без каких-либо там запинаний шапки винтиков как я говорил садится на карман выглядывает вот такой вот не маленький кусочек задника то есть где-то сантиметр может быть миллиметров 9 и это нам говорит о том что ножик не только для лета нам отлично подойдет но и в зиму будет отличный отличный девайс то есть за счет этого большого хвостовика нам не нужно будет снимать перчатки для того чтобы достать нож из кармана те кто пользуется ножами те кто с собой носят ножи знает что зимой достаточно проблематично снять ножик с кармана нужно снять перчатку залезть в карман и потом уже вытянуть ножик здесь за счет большого хвостовика хопа взяли подняли вытянули вообще без проблем есть темлячная версия понятно некоторые скажут что можно довязать просто темляк и без проблем выскакивает ножик затемляк да ну многим нравится носить темляк многим не нравится допустим меня нет ни на одном ноже нету темляка хотя темлячные отверстия есть мне нравится просто так вытягивать и все поэтому вот за счет вот этого хвостовика для некоторых конечно это будет не очень не очень нравится потому что торчит ножичек многие любят как бы там чтобы прятался он по факту полностью весь но зиму это создает достаточно таких вот проблем здесь вы этого лишены то есть перчатках даже будет сниматься фолдер с кармана без труда в экспейсер такой же из g10 лайнеры здесь не облегчены то есть две пластины но они достаточно такие кстати на удивление не тонкие лайнеры они в полтора миллиметра толщиной но тем не менее вот парадоксально ножик получилось сделать таким вот легким фолдером 92 грамма классный ножик действительно это тот среднячок тот фолдер который даже если не себе но вы захотите кому-то подарить вот человек мало того что не разочаруется но он любому ляжет руку у него нет никаких замудренности перемудренности классическая простая рукоятка ложится среднюю руку просто замечательно и замечательно будет будет им резать поэтому ножик как себе вот тот можно сказать единственный он действительно заслужит этого звания можно сказать единственного ножа он будет выполнять все задачи и с собой можно носить и на кухне и порезать и на природе куда угодно ну и железка неприхотливая 9 chrome не такая будет податливая коррозии как d2 и тем не менее 59 единиц по шкале роквелла очень достаточно таким твердая железка на этом пожалуй все подписывайтесь на наши группы соц сетях всем спасибо за внимание пока